я знаю что еврей когда заходит дом он должен постучать в дверь даже если это дом его до никогда не слышал ко мне все типа как бы вываливается брат служителя которым я говорил который пришел кстати господу и через ветхий завет я община до утром просыпаюсь обнаруживаю его в своей квартире приходит когда он из бухарска поэтому он точно также ожидает что к нему придут без куб и пожалуйста объясните почему у евреев такое ну скажем так пренебрежительное отношение к свиньям вот вы вы сегодня упомянули что христос когда изгонял демонов он поселил их свиней почему свиньи почему там не верблюда или тушканчики я не думаю что верблюда или тушканчики вот это интересный вопрос не знаю наверное потому что но свинья считается нечистым заводным и она как бы упоминается неоднократно наряду скажем сверблюдом и тушканчиком но по всей видимости все таки как бы тушканов ели меньше чем свиней и еще мне сдается и я не берусь утверждать что свинью часто использовали в виде ритуального блюда жертвенного язычники которые жили вокруг и когда господь бог говорит что вы должны быть святым народом надо понимать что слово святой в переводе с еврейта обозначает отделенный она кстати не обозначает хороший или там безгрешный например в библии некоторых местах святыми называется мужеложники люди которые отделены для служения какому-то культу они называются святыми там скажем вот этого бога с маленькой а израиль это святой как бы для господа бога и было очень важно чтобы израиль полностью каким образом вы можете отделить один народ от других когда вы не даете ему возможность соприкасаться с другими народами это значит вы не имеете права жениться или выходить замуж за их дочерей вы не имеете права кушать с ними потому что они едят отлично от вас вы не можете даже у них заказывать одежду потому что например одежду которую вы шьете она должна выглядеть иными словами господь как бы отсекает все возможные социальные и культурные точки соприкосновения и не дает возможность этому народу как следствие этого входить в более другие как бы глубокие например вас пригласили кому-нибудь домой ну что вы делаете вы садитесь за стол начинаете кушать вы начинаете пить но если вам запрещено и дальше начинаете говорить о вещах духовных там я не знаю о музыке о литературе о боге но я не знаю чем угодно или о деньгах анти духовных вещах но 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 должна быть какая-нибудь социальная рамка или форма в которой происходит это это общение когда господь бог сознательно отсекает все социальные форматы в которых может происходить подобное общение так как бы вы даже не можете никому прийти в дом еврею вообще запрещено приходить дом к нееврею запрещено кушать с ними он не может у них покупать одежду не может за решать чем из различайшим исключением покупать у них еду имеет право когда идет помните как бы иерусалим из иерусалима в сторону как бы иерусалима нет иерусалима да это есть как бы и самаритяне надо давали еду иногда нет другой вопрос и вас нет никаких бы социального формата в которой вы можете общаться си не а было одним из магазин которые как бы очень часто мы знаем ритуально про тушканов не знаю и 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 про верблюдам мало что которые Это был достаточно распространенный пример даже на севере Израиля. Поэтому я думаю, ввиду общей употребительности, я не думаю, что это немножко раздуто, что такое пренебрежительное отношение к свиньям, в силу того, что свинья сегодня наиболее употребляемый вид пищи. Поэтому нам кажется, почему-то никто не волнуется ни за тушканов, ни за верблюдов, потому что их и собак, потому что их практически русские не едят. Но поскольку как бы едят, а на Украине евреи объявлены чуть ли не первым врагом из-за того, что наедят сало. Я думаю, это скорее от обратного, что мы придаете гораздо большее значение свиньям, потому вас задевает, что евреи не едят свиньи, чем евреи обращают особое внимание на свиньи. Я не думаю, что тут есть какая-то специальная ненависть к свинье. Евреи-то жили в основном не среди джунглей и поедателей тушканов, все эти годы. А они жили на Украине и те ели сало. Ну, евреи наедят сало. Ведь кровь-то у свиней и у человека практически одинаковая. Это с вашей точки зрения. Может быть, это как бы рассмотрелся одна из форм каннибализма? Не, не надо. Евреи не делали анализ крови свиньям, типа у них не было. Все эти разговоры о том, что все эти ухищрения диетарные, имеют диетологические цели, меня вызывает смех. Понимаете, мы все сводим как бы к практическим, с нашей точки зрения, верам. Почему евреям это было дано? Well, это им было дано, потому что они должны были соблюдать диету, потому что в пустыне жарко, нельзя было есть свину, и они поэтому, типа, для того, чтобы быть здоровыми, Господь Бог очень полезно в харизматических кругах, особенно, когда здоровом теле не просто здоровый дух, а здоровое тело объявляется едва ли не единственным доказательством наличия духа в вашем теле. То евреи, естественно, имели благосостояние, и Господь Бог даровал им здоровую диетическую пищу по диете Шелтона или Брега, в зависимости от того, что вы исповедуете, или последние диеты какие-то, мне все важно. Ерунда, конечно, полная, потому что, например, в писаниях первых отцов церкви, которые были несказанно ближе к тем временам, чем мы, по крайней мере, на пару тысяч лет, они вообще пишут, что Господь Бог дал евреям постыдную диету, или, условно назовем, постыдное питание и обрезание, для того, чтобы унизить их с самого начала, потому что Бог всегда ненавидел еврейский народ, а сейчас ненавидит даже еще больше. Поэтому вот это вот псевдоизбранное с точки зрения отцов церкви, кстати, знаменитых, Тертулиан, Ориген, Иоанн Златоуст, все возлюбленные нами братья с пеной у рта, ненавидели евреев, и за это им, конечно, зачтется. Хотя я, конечно, не судья с другой стороны. Так вот, они писали, что на самом деле, Господь Бог дал эти указания и заповеди, чтобы унизить еврейский народ с самого начала. И, естественно, не для того, чтобы они могли там наслаждаться какой-то едой или диетой, и уж тем более состав крови у свиней. У обезьян, я думаю, еще ближе состав крови. Нет, у свиней ближе? Но это показывает, что человек и свинья одно и то же. Как у человека, например, очень близко по своему как бы мотивациям. Не знаю, трудно мне сказать. Не специалист в такой степени в зоологии свинячий, не попростите, я не знаю. Еще, может, какие-то вопросы есть. Я вообще обращаю внимание, как наши вопросы серьезно иметь отношение к евангелизационной теме. Как бы у нас чему не учи, все вопросы возвращаются на круги свои. Какая здоровая. Да, пожалуйста. Будьте добры, меня интересует вопрос о детях, о воспитании детей. Это к моей жене. Я просто так не то, что там... Хочу такой вопрос задать. Вот много слышала о том, что евреи очень любят воспитывать своих детей свободными. Много им разрешается, много им позволяется, много каких-то капризов родители могут им позволить. Действительно ли это так? И хотелось бы именно узнать о верующих семьях. То есть не просто о евреях, а вот именно как о христианах. Давайте как бы определимся с термином. Что называть капризом? Если он будет лежать на полу и бить ногами, и хочу это, то ничего он не получит, ни в какой еврейской семье. Разве что в безумной. Ну такие же и русские безумные семьи есть. Неважно какие. Что называть излишеством? Если мой сын хочет играть на скрипке, я найду дополнительную работу и дам ему играть на скрипке. Если он хочет рисовать, я найду еще одну дополнительную работу, чтобы дать ему возможность это делать. Если он хочет добиваться чего-то, что совершенствует его как человека, в творческом смысле, в духовном смысле, в душевном смысле. И если это называть капризами, то я действительно буду удовлетворять всем его капризам. Если он хочет иметь одежду, такую же, как его сверстники, не хуже, и еду, то я, естественно, пойду работать, дополнительную работу, чтобы этого добиться. Потому что, когда я принимаю решение жениться или выходить замуж, в зависимости от пола, я принимаю на себя обязательства по отношению к своей будущей семье, которая включает в духовное и душевное развитие моих отпрысков. И это заложено здесь, в Писании. И это никакие не капризы. Если же говорить о той свободе, в смысле анархии, то я не думаю, что это правда. Я думаю, что это свобода в рамках определенных нравственных критериев, которых у евреев несколько другие. И они вырабатывались почти на генетическом уровне в силу того, что еврейский народ вынужден был выживать в практически враждебной среде. Происходит некая эволюция внутри креационизма или творения. Когда определенные народы специализируются в определенных сферах деятельности, для того, чтобы выжить, потому что у них нет другой формы духовного или интеллектуального выживания. И они вынуждены или привыкли к тому, чтобы учить детей, давать им лучшее образование. Причем из кожи вон. В других семьях, которые могут себе это позволить, нееврейских, это просто не считается за ценность. Понимаете, у нас дома никогда не стоял вопрос. И не стоит. Будет ли наши дети получать высшее образование? Это вопрос, который вообще не относится к сфере обсуждаемого. Ну будет ли человек дышать или нет? Это как бы само собой разумеется. Вопрос всегда стоял в том, какое высшее образование? Это другой вопрос. У нас дома, сколько я помню, никогда не стоял вопрос, причем это касательно моих братьев и сестер, это не обязательно моих детей само собой. Будет ли они играть на музыкальных инструментах? Это вопрос не обсуждается. Это как бы само собой разумеется. То есть, как это еврей, ты не будешь играть на музыкальном инструменте. Знаете, у нас есть такая шутка. В Израиле, когда по трапу самолета проезжает новый иммигрант, и он спускается без скрепичного футляра, это значит, что он пианист. Понимаете? То есть, как бы, все. Вопрос так не стоит. Или он будет играть. Это каприз? Да нет, это не каприз. Я не думаю. Другое дело, что есть как бы новые русские, или как мы называем старые евреи, стали новыми русскими, знаете. Это вопрос, когда люди никогда не практиковали культуры в своей жизни. И каприз выражается в том, что если хочу это, хочу то, то он получает это и то. Я не думаю, что это характерно для евреев. Я просто думаю, что еврей действительно имеет серьезные приоритеты в том, чтобы человек получал единственное, что он может взять с собой по жизни. Поэтому, хорошо или плохо, большинство хороших адвокатов, это евреи. Хороших бизнесменов, это евреи. Все, что связано с интеллектуальным трудом. Потому что евреи, лишенные земли законодательно, скажем, здесь же, в России, вынуждены были перебиваться интеллектуальным трудом. Или христиане, чтобы не запачкаться, вы знаете, они никогда не давали денег в суды, потому что надо было брать проценты. Поэтому они выделили для евреев какие-то функции, которые они считали евреи поганые, суд ростовщики, и получали с них проценты, потому что с евреев можно было брать. А с православных нет, или с которых. Отсюда сложилось, как бы не было счастья, да несчастье помогло, что евреи стали серьезными финансистами. Земли у них отобрали. Их гоняли из страны в страну. Из Испании в Германию, из Германии в Польшу, из Польши в России. И в России за черту оседлости. И зачастую им не разрешали ничего брать с собой. Поэтому все, что они могли взять с собой, это их образование. И тут как бы неизвестно, где курица, где яйцо, но это некая форма благословения, которую Господь Бог когда-то положил евреям. И в этом смысле я всегда буду приветствовать любой каприз со стороны моей дочери. Если она скажет, что она захочет заниматься в десяти кружках, и она в состоянии это будет сделать. Я в состоянии за это буду заплатить. Я ни в коем случае не назову это капризом. Если она захочет три платья, это нормально. Если она захочет десять, это лишний. Я не думаю, что ей помогут любые капризы. Хоть бы она билась головой. Я надеюсь, что она не будет биться головой. Поэтому, ну я думаю, где-то так. А все остальное, это скорее мифы об этих евреях, которые очень часто оправдывают свое собственное нежелание что-то делать для детей. Поэтому все, что там, объявляется ненормальным капризом, тогда это разрешает мне относиться к своим детям, как я не знаю, к какому-то захребетному мусору. Не важно, что он там хочет. Все каприз. Не все. Есть вещи, которые, я уверен, мы должны, мы обязаны по определению давать своим детям, потому что мы решили их родить. Не может быть ситуации, при которой я родил ребенка, он расти как трава, это что за ерунда. Это неправда. Я в это не верю. Поэтому пока у меня есть возможности, я буду что-то делать для своих детей. У меня сын, в армии сейчас, израильской, но он, один из 20 ребят в Израиле, которые были призваны выдающимися израильскими музыкантами, и он получил статус этого музыканта. Ему позволяют полдня служить в армии, полдня он учится в высшей академии музыки в Верусалиме, он классический скрипач. У меня дочь, Ариэла, ей 14 лет, она подающая надежды, очень серьезная скрипачка. Тоже. Она, кроме этого, танцует. Моя жена художник, достаточно серьезный художник. И рисует. Сколько ясны, все мои. Мой брат в детстве точно так же играл. Правда, он играл на аккордеоне, я играл на аккордеоне, на скрипке. Моя сестра играла. Все. Все. Я даже не знаю никого. У нас нет ни одного в семье дальних родственников, у которых не было бы высшего образования. Я не знаю никого. Понимаете, ни одного человека. Это при том, при том, что нам трудно было поступить. Надо еще же не пускали же учиться. Западную Украину это была проблема. Не знаю. Я не знаю, ли я ответил. Спасибо большое. Еще, пожалуйста. Да. У меня, скорее всего, этнический вопрос. Какой? Национальный, еврей, к евреям. Вот, значит, пренебрежение евреев, вы говорили, евреями, они, значит, не вытекают из унижения евреями не евреев. И вопрос к тому, что такое талмуд и какое он имеет отношение к этому самому вопросу, который сейчас задал вам. И почему, значит, евреи называют не евреев, гои? Хорошо. Давайте начнем сначала. Это не евреи, это Господь Бог так называет. Я, кстати, имею привлеку читать Библию на этом языке. Во-первых, гоями называются и евреи. Давайте, как бы, назовем вещи своими именами. Стих, который мы с вами читали в 19-м, 19-я глава, «Ата-тие-гой-кадош», «Ты будешь святым народом». Это Господь Бог говорит Израилу. В слове «гой» вообще в библейском нет никакой отрицательной интонации. Гой обозначает народ, не язычник, ничего, а просто народ. В дальнейшем, в Писании, уже в пророках, мы находим, когда Израиль, Господь Бог, называет его «Ам», народ, а все остальные народы Господь Бог называют «гой». Мы же говорим по-русски евреи и язычники. То есть, это как-то абсолютно библейский термин. Можно к этому относиться как угодно, но претензии не к евреям, а Господу Богу. Так что, если у вас есть, пожалуйста, жалобная книга «Господь Бог почему-то назвал нас гоями, а их народом». Это как бы это, простите, не к евреям. Другое дело, что это кто-то может использовать в коннотации. Например, типа «А, это какой-то там гой, а мы евреи». Ну, так другие говорят, а это жид, а мы люди. На самом деле, как бы, люди есть люди со всех сторон, и они часто склонны превозносить свою собственную значимость. Теперь, что касается ли антисемитизма, вызван ли он пренебрежением еврея другими народами. Причем, талмудическую эпосту. Антисемитизм всегда существовал и до Талмуда. Талмуд, имеющий свою центральную частью Мишну, был завершен к третьему веку нашей эры, и к пятому веку, к концу пятого века, 499 год, считается официальным годом завершения Талмуда, была завершена работа, до шестого века, потом еще были Савураим, но условно до шестого века. Сказать, что не было антисемитизма до Талмуда, значит, амалекитяне кто были? Антисемиты. Антисемитизм есть духовная проблема ненависти к Богу Израиля, выраженная на его народе. Антисемит ничего не может сделать Богу Израиля, но он может сделать его народу, чтобы доказать тем самым, что Бог не верен, что он спит, что он не хранит Израиль. Поэтому всяческое унижение, издевательство, убийство еврейского народа есть посягательство на суверенитет Господа Бога. Надо понимать, это духовная проблема всегда была, есть и будет. В том же, что есть курица, что есть яйцо, что есть реакция, что есть нереакция, я хочу отправить вас к Писанию. И что бы ни говорили записные антисемиты, протоколы сионских мудрецов, что евреи презирают другие народы. Я не говорю, что евреи любят другие народы, но они любят другие народы не больше, не меньше, чем другие народы любят их. Поэтому я не хочу, кто здесь прав, кто здесь виноват, взаимной ненависти и неприязни нету правых и нету виноватых. В том же, касается, кто является родоначальником этого отношения. Другой вопрос. Я отправляю вас к Писанию. Посмотрите внимательно, что Господь Бог делал, когда вел народы израилья, как к нему относились другие народы, которые давали пройти по своей территории, не давали пройти по своей территории, как израильтяне относились к египтянам, когда они в первый раз туда пришли, как египтяне относились к израильтянам, когда они туда пришли, как они потом к ним стали относиться, какова была реакция израильтян и так далее, и так далее, и так далее. У нас для этого есть библия то что происходит каждый день видите ли мне очень трудно отвечать за всех людей я очень не люблю обобщение типа все евреи или все не евреи есть и такие есть такие люди есть люди которые как бы добившись определенного положения евреи призывительно относятся к соседу за стенкой который бьет свою жену и алкоголик если евреи которые сожалеют они есть не евреи которые ненавидят евреи за то что он чуть побогаче и чуть поуспешнее а есть не евреи которые любят его и потому что он тот он есть это все очень зависит занимные ненависть или презрение они как правильно а как правило основаны на личностных качествах не объекта в отношении которого вы испытываете а субъект то есть самого себя кто вы есть на самом деле и они не имеют национальности хамство жлобство они не имеют национальности я рассказывал в перерыве я шел или добирался при полном отсутствии пандусом вот мы с галей шли и на подходе к курскому вокзалу два жлоба с такими большими лицами уткнулись на меня пальцами качали у бабай меня сразу звали жидовской морда но баба им еще никогда я их не знаю я их видел первый и последний надеюсь раз в жизни ничего им не сделал но я бабай что бабайте почему они мне завидуют чему они не знают они даже не знают где я живу но мне не написано что я живу в израиле что это он уверен что он высшая раса по всей видимости я его не считаю высшей расой и чисто по-человечески я испытываю к нему презрение знаете вот так вот честно говоря я не пытаюсь тут делаться героя веры но вот чисто по-человечески с другой стороны мне его жаль вы сказать что я восторгаюсь ими люблю его наверное господь бог сказал что мы должны любить даже таких любим ли мы таких это другой вопрос у меня был в жизни период я рассказывал об этом тоже нашей сестре когда у меня была проблема с ясером арафатом не знаю ли он знал что у меня есть ним проблемы но у меня с ним точно была проблема как христианин я молился я хотел чтобы он уверовал как человек я желал ему смерти каждый день конце концов я выработал определенный компромисс своей душе я желал пожелал ему чтобы он уверовал и сразу умер я слышал от одного палестинца который был телохранителем арафата своим тому веровал бы иисуса христа он рассказывал в каком-то одном у нас было симпозиум конференция джордом розенбергом в чикаго в прошлом году в конце прошлого года и и мы спикерами были там и он говорил значит о том что по его мнению арафат покаялся перед своей смертью я к этому очень скептически хотя я не решаю ничью участь в вечности монассия тоже как бы утопивший иерусалим или иерусалим да в крови до уздечек своих коней тоже как бы господь бог простил его может ли господь бог простить арафата в самую последнюю секунду его жизни возможно но по крайней мере господь бог услышал мои молитвы по крайней мере в том что он умер я на самом деле считаю что если человек грешник и он как бы покаялся он идет туда но если он такой тяжелый грешник то он должен нести ответственность за свою жизнь здесь вполне возможно что ты нагрешил настолько что ты заслуживаешь смерти на этой земле хотя если ты покаялся ты можешь иметь вечную жизнь там люди относятся друг другу это совершенно другой вопрос это не я не думаю пренебрежение это все из чувства собственной ущербности которая переносится на других и если ты не можешь поднять себя выше ты добиваешься того же эффекта тем что ты опускаешь кого-то ниже понимаете вы вот я есть то есть то есть я не могу получить образование заработать денег найти хорошую жену детей а я не не так важно что я лучше тебя мне гораздо важнее чтобы ты был хуже меня поэтому когда я не могу поднять себя я не гораздо проще опустить тебя эффект тот же эффект тот же я думаю это и есть вот это вот пренебрежение которое вы говорите но истоки они здесь и антисемитизм это духовная проблема духовная проблема которая вызвана ненавистью к богу израиля я так думаю понравилась лекция вдохновились услышанным поддержите нас молитвой и финансы о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3wtv seminary точка а Продолжение следует...